Ас-саляму алейкум и рахматуллахи и баракату. С вами Умалик и мы продолжаем с вами изучение арабского языка по книге «Аль-Кират» и «Аль-Китаба». И у нас с вами «Аль-Маудур» с «Аль-Ай-Сун» — 30-я тема по книге. Не забывайте подписываться, делиться со своими родными, близкими, друзьями, благими знаниями. Тема сегодняшнего урока — солнечные и лунные буквы, как их называют Аль-Камария и Ас-Шамсия. Берем следующие буквы и следующую часть Ас-Шамсия, то есть артикль, который уже будет присоединяться к буквам, которые относим мы к буквам солнечным. И здесь, как я вам сказала, обратите внимание по поводу буквы «Лям». Здесь они ее туда присоединили. Если мы сюда ее поставим, как обычно делают, то их поровну. Там будет 14, здесь 14. А так вышло там 15, а здесь 13. Поэтому так. Опять же, напоминаю, вы можете пройти по видео, дополнительно посмотреть еще в серию уроков, где я рассказываю о этой теме немного. Итак, здесь вот мы видим уже другие буквы. «Тин» — это инжир. «Рахис» — дешевый. Да, дешевый. То у нас получается «дешевый инжир». «Тин» — смотрите, как читаю. «Тин» — то есть не говорю «Альтину». «Тин» — «Рахису». И здесь мы и так не читаем ее. И «Лям» — не читаем, удваиваем. Это удвоение нам подсказывает, что это в определенном состоянии слова. «Тальджун» — это снег. То есть снег. «Тальджун» — растаявший. Растаявший снег, который растаял из-за температуры. «Ат-тальджун» — растаявший снег. «Дарсун» — са'бун. «Дарс» — урок. «Са'бун» — трудный. Трудный урок. «Даль» и «Сад», как и предыдущий. «Та», «Ра», «Даль» и «Та». Они являются буквами солнечными. «Ат-дарсу са'бу». Далее. «Занабун» — тавилун. «Занаб» — это хвост. «Ат-занабу тавилу». Мы видим, уже мы удваиваем. При начинании «фатха» все равно остается, но «лям» не читается и удваивается следующее. При продолжении «хэмзэ» не читается. «Лям» не читается, удвоение читается. «Долгий хвост», да, было до этого. «Раджюлюн дзэки юн». «Раджюль» — это мужчина. «Дзэки» — можно сказать, умный, хитрый иногда, то есть такой, сообразительный. «Раджюлюн дзэки юн» — сообразительный мужчина. «Ар-раджюлюн дзэки юн» — сообразительный мужчина. «Зарафа» — это жираф. «Пауиля» — высокий, да, высокий жираф. Обратите внимание, это слово женского рода. «Аз-зарафа» — высокий жираф. «Аз-зарафа» — сэмэкун наады дзюн. «Сэмэкун наады дзюн». «Готовая рыба». «Готовая рыба». Это может быть спелая, но так как рыба не фрукт, поэтому приготовленная, да, то есть готовая рыба. «Аз-сэмэкун наады дзюн». Обратите внимание, си, нун, си, нун, зайду этого, и та, да, все эти буквы являются буквами у нас уже солнечными. «Шамсун са-ты-а-тун». «Шамс» — это мы уже с этим словом познакомились, да, потому что название, в принципе, этой темы как раз связано с «шамс», да, то есть солнечное. То есть «шамс» — это солнце. «Са-ты-а» — это яркий. Слово «солнце», несмотря на отсутствие этого рода, является словом женского рода, и поэтому определение у него женского рода. «Шамсун са-ты-а-тун» — то есть яркое солнце. «Аш-шамсу са-ты-а-тун» — то же самое, в определенном состоянии. «Слади-а-тун» — «вари-фун». Слово «слади-а-тун» у нас переводится как «друг», да, то есть друг. Слово «вари-ф» — ну, разные могут оттенки иметь, то есть такой может быть остроумный, элегантный, да, ну, остроумный, скажем, такой остроумный друг. «Аш-слади-ку-звари-фу» — остроумный друг. «Бабит-ун» — «шагид-ун» — «абабит-уш-шагид-у». «Бабит» — это солдат, да, то есть может быть какой-то военный, то есть солдат. «Шагид» — то есть убитый, да, на войне. «Бабит-ун» — «шагид-ун» — «абабит-уш-шагид-у». Следующее, то есть здесь буква «дад», «сад» перед этим, «ва», «шин», да, все это солнечные буквы. «Тыфлюн» — «рады-ун». «Тыфлюн» — «рады-ун». «Тыфль» — это ребенок, «рады-ун», то есть который грудной, да, грудной ребенок, который кормится, еще маленький. «Тыфлюн» — «рады-ун», а «тыфлюр» — «рады-е-у». Буква «та» и «ра» тоже к солнечным относятся. «Вуалямун» — «дэмисун». Слово «вуалям» начинается на «ва», и «ва» является солнечной буквой. «Вуалям» — это переводится как, ну, такая, ну, мрак, может быть, да, мрак или темнота. «Дэмис» — в данном контексте как непроглядная темнота, можем сказать, да, то есть очень темно, когда. «Авваляму дэмису» — «дэль» — «рады-ла» — солнечный, поэтому мы удваиваем при присоединении артикля. «Нурун» и «син» — у нас лунные буквы, вернее, «нун» и «син» — это солнечные буквы, поэтому они с артиклем будут в удвоении здесь. «Салты» уже у нас было, яркая, да, яркий свет, яркий свет. Как я вам сказала, еще сюда «лям» прибавим, у нас будет 14 букв. Она упомянулась в предшествующих лунных, хотя мы ее сюда отправим в солнечные. Так, следующее упражнение. А, еще перед этим я вам прочитаю все, что вам было потом, если нужно, повторять отдельно, без объяснения. ТИНУН РАХИИСУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ Зарафة طويلة الزарафة الطويلة سمك ناضج الشمس الساطعة صديق ظريف ضابط شهيد طفل رضيع الطفل رضيع غلام دامس غلام دامس نور ساطع النور ساطع Следующее упражнение прочитать тоже слова отдельно и без артиклей с артиклем درسن الدرسو ذنبون الذنبوا رجول الرجول То есть к солнечным буквам у нас относятся следующие буквы. То есть к солнечным буквам у нас относятся следующие словосочетания отдельно еще некоторые из них уже похоже встречались прочитаем. То есть к солнечным буквам у нас относятся следующие буквы. Словосочетания, некоторые из них уже знакомы. Я думаю, вы самостоятельно их сможете перевести. Если что-то не сможете, то все слова вам пока не нужно знать. Далее упражнения, которые вы, иншаллах, сможете сделать самостоятельно. То есть у вас есть слова, и вам нужно их отдельно написать. Или они солнечные или лунные. Здесь можно просто написать «Амария» или «Шамсия», как вот здесь представлено. Или написать, например, в нужной колонке, я вам предлагаю, просто слово без артикля. Например, если это солнечное, пишите здесь, например, «Сабах». Если лунное, то здесь пишите без артикля. Таким образом научитесь их отделять и заодно потренируетесь. Здесь слова «Ас-Сабах», «Аль-Камар», «Ас-Са-Тиу», «Ас-Самак», «Аль-Бейт», «Ар-Залам», «Аль-Джамиль», «Аль-Шамс», «Аль-Касыр», «Аль-Масджид», «Аль-Нур», «Аль-Гилаль», «Аль-Лисан», «Аль-Зайтун», «Аль-Хисан», «Аль-Джамаль», «Аль-Китаб», «Аль-Дзи-Иб». Вы самостоятельно пропишите и определите, какая буква там, какой это артикль, солнечный или луны. Следующее у нас, следующее последнее упражнение на сегодня. Нужно добавить артикль «Аль-Лисан» к данным словам. Здесь тоже вы сделаете иншала самостоятельно и прочитать. Я хочу, чтобы вы сами поработали. Я думаю, достаточно я вам объяснила, и вы сможете это сделать. То есть просто добавляйте артикль. Например, «Син-Су-Ку». «Син» – это у нас солнечная буква. Значит, мы говорим не «Аль-Су-Ку», а «Ас-Су-Ку». Или «Ас-Су-Ку». «МААД-АМИМ» – это у нас лунная. Значит, ставим «Аль», пишем в любом случае всегда «Аль». Но удвоение есть или нет. Здесь нет. «Аль-МААГАДУ». И так далее. Обратите внимание, если мы добавляем артикль, то «Танвина» уже не будет. Будет одна голосовка. Везде меняться при присоединении артикля. И так со всеми словами. на этом, аль-Хамдулля, мы завершили наш сегодняшний урок важный. И на следующий раз у нас еще один урок по книге, иншалла, и потом подведение итогов. Баракаллаху фику. Надеюсь, этот урок вам будет полезен, он очень необходим. Не забывайте, потому что артикль это практически в каждом предложении или в каждом втором, скажем, есть. И неправильно произносить его будет очень ощутимо со словами, поэтому нужно это потренировать, иншалла. Баракаллаху фику. Делитесь знаниями своими друзьями, близкими, родными. И продолжайте изучать арабский язык вместе со мной. Саляму алейкум ва рахматуллаги ва баракету. Саляму алейкум ва баракету.